друзья всем привет вы на канале мотосанчо как я и думал вчерашний ураган не обошелся без последствий в городе повалило 4 елки срывала крыши с домов гаражей рвала провода много где ветер повалил билборды даже такие мощные и капитальные вот один из них уже в сторонку сдвинули а стоял он на анкерных болтах в бетонированных жаль что не все билборды честно говоря на трассе еще ладно но в городе мне кажется эти огромные рекламные щиты вид портят ну а я как многие наверное уже догадались по моему маршруту отправился на барахолку сегодня суббота есть у нас такое место где собираются барахольщики приносят всякое разное конечно ассортимент обновляется редко и продавцы в основном одни и те же но раз в два три месяца заглядывать можно иногда попадаются интересные штуки были были уже большие видео о том что здесь продают сейчас просто похожу если что-то найду тогда уже будем брать улов сегодня не богатый но и нельзя сказать что вернулся с пустыми руками давайте посмотрим во первых купил еще одну автобусную аптечку точно такая у меня уже стоит на урале и еще одну хочу установить на днепр стоит она 7 белорусских рублей грех не взять за такую цену состояние отличное естественно она будет чиститься краситься а потом займет свое место либо здесь гляньте идеально вписывается в раму либо на коляске с внутренней стороны или с внешней можно использовать как аптечку а можно как дополнительный бардачок для всяких мелочей также купил асбестовый шнур толстый который можно распустить на тонкие нити и использовать их для уплотнения соединений выхлопной системы опять окислы пошли по мотору ладно метр асбестового шнура рубль 1 белорусских рубль и корпус прерывателя корпус прерывателя совершенно новый грязный пыльный весь измазанный но видно что здесь ни одного болта не стояла и кулачки контакты в идеальном состоянии надо только помыть очистить и будет работать 3 белорусских рубля даже не знаю где сейчас такие цены ну и давайте наконец глянем как же эту непогоду пережил навес над москвичом сегодня таких порывов ветра уже нет и можно смело сказать что навес устоял хоть и не без повреждений во-первых видно что сорвало пленку просто отклеился скотч вот этот кусок пленки здесь припала ветром стрейч пленку по низу растянуло пузырем получилось такое провисание которое необходимо как-то устранять ага вот в чем дело это не пленку растянуло это сам каркас навеса сломала ветром ну шов тут конечно был старый уже ржавый но тем не менее надо как-то развести это все натянуть и подварить здесь у нас вертикаль завалилась можно диагональную растяжку пустить поверху все вроде нормально лампочку лампочку найдем новую здесь я помню угол подогнула несмотря на все бетонные плиты которые я здесь укладывал трубу все равно загибала тоже растрепала стрейч растрепала скотч это у нас хвост был пленки ничего сейчас подклеим ага и еще одна поломка еще одну трубу оторвало по сварочному шву то есть весь угол ничем не был закреплен даже удивительно что на вес не улетел самом деле удивительно здесь видите забита арматура которая его держала не давала оторваться от земли так она оторвала вертикальную стойку от самого основания ну давайте поправим все поломанные участки я подварил ну а затем покосившуюся геометрию задней стенки нашего навеса исправил с помощью диагональной веревочной растяжки от одного угла к другому и раз уж веревка оказалась длиннее чем надо резать ее не хотелось то боковая стенка получила также несколько усиливающих растяжек думаю они будут не лишними и вот сейчас самое время взять скотч и тщательно все проклеить что же в результате всех этих манипуляций я думаю мне удалось восстановить первоначальную прочность навеса процентов на 90 если этой зимой не будет еще более сильного ветра то он благополучно достоит до весны ну а сейчас давайте проведем один эксперимент дело в том что весь кузов у нас покрыт мелкими точками ржавчины в тех местах где ржавчина действительно глубокая необходимо все зачищать до металла а вот там где маленькие маленькие очаги вычищать все полностью но это значит весь кузов надо чистить как вы понимаете такой возможности у меня нет поэтому надо научиться бороться с этой напастью точечно локально и я вот хочу попробовать нанести удалитель ржавчины прямо поверх краски на вот эти очаги ржавчины и посмотреть справится он достанет из-под краски всю эту ржу если да то будет просто замечательно ну а заодно посмотрим как краска на него прореагирует не поднимет ли он и краску заодно для эксперимента я выбрал переднюю балку максимально удобную максимально наглядную ну или не балка как-то называется поберечь на вы меня поняли на нее нанесем и оставим откисать хотя бы на денек но пока удалитель ржавчины будет работать мы с вами займемся еще одним важным и нужным делом обслужим глушитель скутера suzuki лет с 2 помните я его откручивал когда снимал заднее колесо чтобы заклеить назад так и не поставил потому что его надо почистить покрасить в общем привести в порядок а еще у двухтактной техники есть такая особенность забивать глушители не сгоревшим маслом которое добавляется в топливо часть этого масла вылетает вместе с выхлопом а часть осаждается на стенках глушителя в виде такой вязкой пластичной массы как смола естественно это увеличивает сопротивление выходу отработанных газов уменьшается мощность увеличивается расход что называется глушитель душит мотор чтобы этого не было глушитель необходимо чистить и здесь мы видим следы такой чистки в нем вырезали окно вычистили и заварили обратно но сегодня я хочу попробовать почистить его без разборки без повреждений будем его выжигать для начала открутим пластиковую накладку чтобы не расплавилась ну а затем нам понадобится паяльная лампа и сжатый воздух давайте подумаем где больше всего у нас скапливается не сгоревшие масло если глушитель на скутере стоит вот таким образом то логично предположить что она будет внизу где-то здесь значит это место и будем в основном греть вот чем на мой взгляд не удобно бензиновая паяльная лампа так это своим долгим запуском сначала необходимо накачать давление чтобы бензин мог подняться из бака к горелке а затем прогреть саму горелку чтобы в ней бензин начал активно испаряться расширяясь и создавая то самое гудящее пламя для подогрева горелки здесь есть вот такая емкость сюда наливается бензин поджигается медленно коптит греет а может и не греет может пламя сдувает в сторону ветром в общем гораздо удобнее для этого воспользоваться газовой горелкой просто начинаем прогревать горелку бензиновую немного приоткрывая кран вот уже и вспышка топлива и вот уже лампа вышла на рабочий режим загудела можем начинать греть глушитель ну а когда место предположительного скопления нагара у нас засветится малиновым светом добавим немного воздуха что я точно могу сказать дыма было относительно немного а значит глушитель не так уж был и забит дадим ему остыть затем вычищаем от старой краски и ржавчины с помощью металлической щетки затем возьмем мелкую наждачку в моем случае это 400 к и всю поверхность глушителя замату им чтобы на поверхности образовалась шероховатость за которую будет держаться краска наконец обезжириваем и красим ну а для того чтобы краска хорошо сохла я заранее затопил в мастерской печку она сейчас горячая и над ней поднимается поток теплого воздуха давайте проверим 250 градусов сама печка и 35 градусов глушитель над ней что касается самой краски то это термоэмаль покупал ее в магазине специализирующимся на мангалах печах дымоходах и прочим но здесь написано что может применяться для окрашивания элементов выхлопной системы автомобилей то есть нам подходит очень тонкий есть нюанс чем больше слоев этой краски тем лучше защита от коррозии но тем меньшую температуру она держит максимальный предел 1000 нам такая не нужна поэтому я сделал первый слой тонкий и второй уже полновесный хороший слой главное чтобы глушитель не ржавел выглядит классно когда подсохнет можно собирать и устанавливать на скутер конечно запах отсохнущие детали тут сейчас просто мечта токсикомана поэтому засиживаться не буду давайте это видео традиционно закончим распаковкой посылки и традиционно от урмаса из эстонии здесь подписано календарь и шоколадка так что я понимаю что эта посылка в большей степени не для меня а для танюшки с мишкой они у меня сладкоежки я же больше по мясу специализируюсь могу без конфет жить хоть целый год а вот без мяса без мяса тяжело так аккуратно не хочет доставаться итак здесь есть календарь с котиками собачками мышками и прочими милыми зверушками надо сыну показать ему понравится и огромное шоколадище прям семейный размер супер калев если не ошибаюсь 300 грамм спасибо урмас большое от души на этом на сегодня все продолжим завтра всем спасибо всем счастливо и всем пока спасибо спасибо и и Продолжение следует...